Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Я представляю фирму НТП «Пасека». Это научно-техническое предприятие «Пасека», которое занимается разработками оборудования для производства ващины и технологиями пчеловосодержания. Углы у нас на «Маргарите-1» делаются 109 градусов, 28 минут. Для чего это необходимо, такой угол? А дело вот в чем. Значит, на сегодняшний день вся ващина, которая делается в России, она имеет угол 140-130 градусов донышка. То есть ячейка сделанная вот таким образом. Вот эта ячеечка, ячеечка, размером, согласно нашего ГОСТа, значит, и ващина на сегодняшний день. Вся ващина делается в России, и не только в России, с углом вот этим полумаксимумом. Когда матка ложит сюда яичко, значит, яичко плавает в корме, в молочке, в корме. И на 12 дней она занимает вот такое положение, личинка. То есть она закрывает доступ уже к запасам корма, разрастается, и доступа у пчелок нет. Значит, пчела запечатывает, и личинка начинает развиваться. То есть она разворачивается, брюшком прикрепляется в корму, и начинается, значит, расти личинка, питаясь вот этим кормом. В природе вот этот уголочек, вот этот уголочек... Трёхгранной пирамидки вот этой и вот этой, то у нас окажет, что объём молочка в природе пчёлка получает в 2,5 раза больше, чем наша ващина. Значит, выпускаем мы ващину полумаксимум и простую 140 градусов уже более 100 лет. За это время мы привели пчелу, что она недополучает в 2,5 раза, значит, меньше получает корма. В результате, ну, вы понимаете, что происходит. Значит, то есть выходит не вполне здорово. Ну, доказательство всех этих дел, что в природе, в природе пчела строит именно, значит, такой угол, у нас вот здесь вот есть язычок сфотографированный, который я вам покажу. Вот, значит, фотография снята именно так, чтобы видно было донышки, значит, ячеек, природных ячеек. Это язычок, отстроенный сам пчёлок. И мы видим вот почти 90 градусов, 95 градусов вот этот уголочек, да? Вот вообще 90 градусов, вот 95. Видно то, что формирует донышко почти квадратики, очень глубокие. Язычок пчёлка отстраивает самостоятельно. И мы видим, что донышко совершенно другое и не такое, как в ващине, которое выпускалось до этого, значит, делать. На сегодняшний день ещё одна проблема у нас – то, что в воск начали добавляться резины и так далее. Значит, это ни в коем случае нельзя делать, это нефтепродукты. И в результате расплод личинка гибнет иногда до 30 и более процентов, значит, от этого, значит, нефтяного запаха, ну, вы знаете, значит, страшный запах и так далее, значит, и ващина и церезин – это несовместимые вещи. Как определить, значит, качество воска? Качество воска можно определить. Вот мы, значит, очень просто, значит, у нас есть, значит, разработанная инструкция, инструкция по определению качества ващины. И эта инструкция, значит, ну, она выпущена, значит, у нас институтами и, значит, определяется ультрафиолетом. То есть воск, чистый воск, он как бы не светится под ультрафиолетом, не реагирует на ультрафиолет, а все вот эти добавки – церезин, парафин и прочие добавки – они сразу проявляются и начинает воск светиться. То есть определить сейчас довольно-таки просто все это дело. А я хотел бы познакомить вас, значит, мы с дальнейшими нашими разработками совместно с Амиряевской академией, значит, по технологии содержания пчел. Первый этап в технологии содержания пчел, значит, вот эта личинка, значит, мы добились того, что пчела, значит, из нашей ячейки выходит здоровая. Здоровая. Далее, значит, у нас в улье не все в порядке с вентиляцией и многими вещами. У нас на сегодняшний день развернут, так сказать, поиск ульи 21 века. Я думаю, что это не нужно делать, значит, а нужно делать технологию, то есть переместить нужно в улье непосредственно до плова. Каким образом сделано? Вот работа у нас здесь, значит, мы уже писали в журнале пчеловодства, сейчас я скажу номер журнала. Вот, журнал номер 9 за 2014 год на странице 16 написано «Инновационная рамка». Значит, и мы здесь показали природные стандарты этой рамки. Боковая стенка, она должна быть 34 мм шириной, то есть улочка должна быть 9 мм и 25 мм сот, 34 мм, ни больше, ни меньше. Это природный стандарт данной рамки. Вот такие рамки нужны. Зачем такие рамки? Если мы соединим их, то у нас получится как бы шторка с боков. Об этой технологии шторка и дает возможность пчеле перекрытия вот этой улочки, накапливая углекислый газ. И углекислый газ вводит в глубокий сон пчелу и лечит ее. Об этом очень хорошо сказано в газете «Пасека. Россия». Вот она у меня есть. За 2002 год поднял этот вопрос Национальный союз пчеловодов России. И статью написал Эударт Холосов. Я хотел бы пчеловодов познакомить с отдельными выборками из этой статьи, что пишет Эдуард Холосов, который провел с пчелами, значит, имеет огромный опыт, значит, и его наблюдение, и его жизнь. Он пишет «Я не теоретик, я практик. Мое хобби – ловля диких раев. Бродя по лесу в поисках уловистого дерева, я обнаружил гнездо диких пчел. Это была старая осина». Здесь вот я остановлюсь. Значит, мне очень хочется сказать, что осина – это очень легкое дерево, очень хорошо обрабатывается. Один недостаток, что при сушке ее ведет. Ну, с этим можно справиться. Значит, она очень благотворно действует на семью, и поэтому большинство дупель, значит, находятся именно в осине. И улей и рамки необходимо делать с осиной, а не с липой. Липа очень хороша, но для того, чтобы в ней хранить мед. Липа очень тяжелая, и из нее делать рамки, и мягкая и тяжелая рамки не годится. Это была старая осина, диаметр пня 1,1 метра, с литком с северной стороны, на высоте 12 метров. Значит, почему в природе литок с северной стороны? Ну, вы все знаете, что, значит, с северной стороны дерева покрывается мхом, и быстрее, значит, там влажные поверхности, быстрее выгнивают сучки, поэтому с северной стороны. Он пишет, с пчелами я уже более 50 лет. За это время пройдены улей Дадановский, Лежак, Лупановский и Многокрупцов. Во всех типах этих улей пчела больше болела, чем жила и работала. Радости общения с пчелами было мало. Ну, действительно, все пчеловоды знают, насколько тяжело, и особенно сейчас, при появлении воротоза и многих других болезней, значит, на наших пасеках, значит, проблем с пчелами очень большие. И лечим мы их, значит, поливая лекарствами, и каждый поливает их так, как считает нужным, соблюдая инструкцию, а иногда и не соблюдая инструкцию. И в результате все это попадает в мед, и качество меда оставляет быть, значит, лучше. Он описывает, и вот дупло, и вот пчелиное дупло. Значит, дупло представляет собой цилиндр 27 см диаметром, заканчиваясь вверху и внизу конусами. Длина дупла 9 метров, толщина стенок 25 см, как у деревянного жилого дома. Он подчеркивает здесь, что на улице оставлять пчел, конечно, можно, но нежелательно. 5 сотов со всевозможными отверстиями и переходами на протяжении 3,5 метра. Вот смотрите, 3,5 метра, один литом. Да, как же происходит вентиляция в дупле? Большой-большой вопрос. Вот он пишет. Была середина июня, но ни маточника, ни трутневого расплода в гнезде не было. Расплода набралось на 2 корпуса. Пчел было неимоверно много, он уже корпусами их не стал мерять. Когда уже на пасеке я обработал 7 фольбексов против воротоза, выпало всего 19 клещей. Меня это потрясло. Чистые от клеща и других болезней, здоровые пчелы, без вмешательства и помощи пчеловодам. Ну, значит, надо сказать, что первое. В дупле пчелы не облетываются, как облетываются у нас, значит, эти пчелы, значит, в ульях. Облетываются, ну, вы сами знаете, как облетываются. Потом через неделю мы заглядываем, семья была хорошая, через неделю от нее остается там 1,4, хорошо, если 1,3. Ну, у опытных пчеловодов, конечно, побольше. Почему-то такое же случается. Это просто потому, что наша рамка, Гоффмана рамка, она не дает возможности пчеле впадать, значит, в сон глубокий. А каждый организм необходим, значит, ему сон для восстановления сил. А та теория, которая везде существует, что пчела не спит и так далее, и так далее, я считаю, что это теория неправильная, это заблуждение. Пчела спит. И мы видим, когда погибает пчела, разбирая гнездо, мы видим, что в улочках пчелы набита, значит, полная улочка, значит, она находится головкой внутрь, брюшком наружу. Спрашивается, что она делает. Многие пчеловоды говорят, что это пчела, там, значит, корм кончился, они туда, значит, залезли выбирать этот корм и так остались. Нет, я думаю, что это не так. Пчела туда заходит в улочку, то есть в ложе, для того, чтобы попасть, значит, в глубокий сон, или, как говорят, в парабиоз. Значит, что происходит? Она заходит в эту улочку, брюшком перекрывает сечение ячейки, начинает дышать, там накапливается определенное количество углекислого газа, который вводит пчелу в глубокий сон. И она там начинает, значит, этот процесс, значит, впадает в сон. Значит, она спит всю зиму и выходит вполне здоровая, отдохнувшаяся. И в брюшке у нее нету того кала, который, значит, накапливается. Кал накапливается только, значит, у тех пчел, которые не спали. В результате она выходит на облет, облетывается, выбрасывает все это дело. А там в течение зимы происходили процессы, бог знает какие. И я думаю, что выбрасывать не только, значит, этот кал, а все и содержимое брюшка. В результате она улетает и погибает. Поэтому пчела резко сокращается. А та пчела, которая находилась во сне, она, как вам сказать, она выходит здоровая, полная силы и работает точно так же, как и молодая. Через 10 лет в августе опять нашел дупло с пчелами Ройси Галетки на высоте 4,5 метра. Значит, литок с южной стороны 7 сантиметров в диаметре. Но пчелы уже начали лепить комочки прополиса, готовясь к зиме. Литок напротив середины гнезда, опять 5 соток, плоскости которых ориентированы с севера на юг. И это очень важно, с севера на юг. Но перед литком был сотовый фартук на теплый занос, перпендикулярно к остальным сотам. Опять конус медовой части, толщина стенок дупла 15 сантиметров, диаметр дупла 28 сантиметров, медовая часть 60 сантиметров. Значит, 60 сантиметров над клубом, но весь мед уместился в 7-литровой кастрюле. Ну что такое? Значит, этого меда им хватает на зиму вполне. Действительно, пчелы, когда впадают в сон, они не употребляют мед. И расход меда не превышает примерно 4-х килограмм. Мед был запечатан в белых медовых рамках. Расплодная часть 50 сантиметров. В верхних пластах были признаки аскфероза. Нижние пласты красиво запечатаны, сплошной расплод на выходе. Всего полтора месяца хватило пчелам, чтобы вырастить пчел другой здоровой формации и освободиться от аскфероза. Мне довелось принимать участие в разорении еще трех пчелиных дупел. Везде 0,05. По-видимому, для северо-запада это эталон. В других регионах, а иных и иных климатических условий, может быть и по-другому. Диаметр дупла 27 сантиметров. Средняя арифметическая из множества, более 100 измерений, показала ширину улочки. То есть ширина боковушки рамки 34 миллиметра. После этих опытов я очень засомневался во всем, что рекомендует нам ученые в пчеловодных книгах. Ответы на многие вопросы помогли найти сами пчела. Ловля диких раев – мой негласный с ними разговор. Я изготовил цилиндрические ловушки с конусами-потолками. Дело пошло успешно. И везде 0,05. Только один раз за 30 лет прилетел рой в шестирамочную ловушку. И во всех конусах 34 миллиметра – это сот с улочкой. Может так только в нашей северной зоне. Теперь вот по поводу анабиоза. Но пчела не впадает в анабиоз. Во всех стандартных типах улей всю зиму слышен ровный гул. Признак хорошей зимовки. Но это всем известно, значит, мнение, что вот пчела не впадает в сон. Она там всегда находится в движении, вырабатывает тепло и так далее, и так далее, и так далее. Но это не так. И он пишет, а вот в моих улях я такого гула не слышу. Пчела впадают в спячку. Весной пчелы на облет не спешат. Облетают при температуре 10-12 градусов. И сразу на летках толпа пчел, несущих об нож. Вот второе, значит. Что здесь говорится? Говорится то, что в дуплах пчелы не облетываются. Они выходят и сразу, значит, работают. Значит, также в дуплах пчела научилась бороться с клещом. Она, значит, до юли месяца в дуплах нет трутней и так далее. А у нас на пасеках, значит, в мае месяце у всех столько трутней. Это ужас один, значит, целые табуны. То есть энергия расходуется на воспитание трутней. На воспитание трутней затрачивается очень большая энергия. Когда пчела может воспитывать, значит, рабочую пчелу. Как это, я дальше остановлюсь подробно. Сейчас дочитаю все это дело. Вот Эдуард Колосов пишет после этого. Дно в улье должно быть сетка зимой, летом и осенью. Сетка и фанерный планшет. Сетка и фломерный планшет выдвижные. Планшет – третий источник информации о состоянии семьи. Подушка фанерная, коробка наполнена пенопластом и окантована проложом. Чем толще подушка, тем лучше. Раньше использовал толщину кожуха 50 мм, но сильные морозы в литковых коридорах началась появляться и не. В моем уле это легко проверить. Тогда я довел толщину стенок до 100 мм. И не исчез. В улях сухо. Герметический потолок и сетка внизу. Значит, вот видите, рекомендации Эдуарда Колоса, и в этом он прав. В дупле же нет никакого дна. Ну, 9 метров пространства, понимаете, да? И это имеет очень важную роль. Почему? Потому что вентиляция в дупле, значит, природой предусмотрена. И в дупле пчела крылышками не устраивает вентиляцию, как у нас пчела устраивает вентиляцию крылышками, выгоняя воздух и загоняя его туда. Там все это идет естественным путем. Каким образом? Вот здесь мы все это дело рассмотрели. И, ну, кто хочет, я могу всем представить все это дело. Значит, вот такой вот, такую систему вентиляции гнезда. Система вентиляции гнезда. Вот здесь, значит, показаны все потоки, воздушные потоки, потоки углекислого газа. То есть, выход продуктов жизнедеятельности пчели, которые отработали свою. Вы посмотрите. Все пчеловоды весной утепляют гнездо, убирая внизу суши и так далее, и утепляют как можно больше. Считая, что утеплив гнездо, значит, они сделали все хорошо, и пчела будет развиваться. Но, есть но. Дело в том, что вся вентиляция идет сверху вниз. И имеет температуру, то есть, продукты жизнедеятельности пчелы, если один корпус, то не выходит и температура весной, значит, ну, вы понимаете, 36-35-37 градусов. Значит, и она тут же уходит в литок. То есть, теряет тепло. То есть, пчела в таком состоянии теряет очень много тепла. Я считаю, что более 50%, даже до 70% тепла. И ей приходится возобновлять это тепло. И если вы поднимете корпус, между дном и корпусом посмотрите, то всегда, значит, на первом корпусе, на первом корпусе, всегда висит клубом пчела. Это нагреет расплод. Греет расплод. Поэтому, значит, пчела здесь борется. И объем маленький, она не видит перспективы развития. Она тут же закладывает трутни. Как сделать так, чтобы, значит, все это дело прекратить и удержать тепло? Ну, здесь вы видите, вот два корпуса. Два корпуса. То есть, нужно под низ поставить корпус с сушью, то есть, с пустыми рамками. Самое лучшее утеплитель, мы знаем, что это воздух. А рамка, она как бы сдерживает движение воздуха. У нас движение воздуха идет по улочкам. Вот когда выходят отсюда, значит, продукты жизнедеятельности, то есть, тот газ, который, значит, уже отработан сюда, между рамками. И вот здесь вот, значит, этот воздух, этот воздух подогревает тот холодный воздух, который находится в этом корпусе, отдавая ему тепло. А так как углекислый газ тяжелее воздуха, он продолжает опускаться и продолжает прогревать воздух в верхних частях. И этот воздух, получив тепло, он расширяется, становится легче и двигается. Но мы знаем, что в улочках вентиляция идет сверху вниз. Поэтому он двигается по низу и вдоль, вдоль сот поднимается вверх. Дальше. Пчела, когда заполняет улочку, она начинает дышать. Но она еще и выдыхает, значит, вместе с углекислым газом и пары влаги, которые легче. И они поднимаются вот здесь, в верхнюю часть. Значит, этот влажный воздух, который имеет до 98%, такие данные мне дала уже Тимиреевская академия, они этот вопрос промеряли 98%. Этот воздух дает возможность, влажный воздух, вверху, вот здесь вот, питаться пчеле. А как происходит питание пчелы? А происходит оно следующим образом. Зимой пчела, да и не только зимой, и весной, и так далее. Значит, здесь тепло вверху, она, значит, мед у нас запечатан. Мы знаем, что мед гидроскопичен, и он в себя втягивает большое количество меда. Везде в литературе написано, что пчела может питаться только нектаром. А нектар имеет очень большую влажность и маленькую концентрацию сахара. В результате пчела через ховоток протягивает и питается, значит, этим делом. Но концентрированный мед пчела не может, жидкий он или закристаллизованный, она просто не может протянуть его через ховоток. В результате она вскрывает ячеечку здесь над клубом и оставляет открытым. Мед, так как он является гидроскопичен, начинает очень быстро с влажного воздуха втягивать в себя влагу. И появляется на поверхности, значит, этого меда как бы капелька. С концентрацией меда таким же, как, значит, сахар в нектаре. И пчела подходит и питается этим медом. Так происходит питание. Если мы будем закрывать вверху и не сделаем герметичный потолок, то всю эту влажность выдувается, и в результате, значит, многие пчеловоды, вот, говорят, у меня погибли пчелы, потому что, значит, вот, мед не тронули, ничего не тронули, и вдруг, значит, погибли. Почему это происходит? А происходит это потому, что, значит, влажный воздух, он просто выдувается, вымывается сверху, и в результате, значит, пчела не может питаться, она погибает от голода, потому что такой мед она не может. Что происходит дальше с этим воздухом, с влажным воздухом? Он касается потолка. Потолок должен быть всегда хорошо утеплен. Чтобы, мы уже слышали у Эдуарда Колосова, что он говорит, что потолок, чтобы не появился инь, если инь не появится здесь наверху, то всему придет конец, и пчела опять погибнет. Чтобы не появлялись инь, этот воздух влажный, он поднимается вверх, и чтобы не было конденсатора, тоже нужно, значит, утеплять хорошо, утеплять хорошо, чтобы капельки не попадали в колу. Значит, воздух этот охлаждается, и вдоль стенок уля или дупла опускается вниз. Значит, я вот вам сказал, что, значит, вернее, Эдуард Колосов написал, что дупло имеет 27 сантиметров в диаметре, 5 сотов всего. Так что же у нас получается? А получается у нас следующее, что если мы возьмем дупло 27 сантиметров и 5 сотов, 34 миллиметра умножим на 5, это 170. Значит, и у нас получается следующее, что у нас дупло, дупло. Вот я хотел бы изобразить это дупло примерно, да, вот таким образом. Вот здесь вот 27 сантиметров, 27, 270 миллиметров. Здесь вот идет одна, вторая, третья, четвертая и пятая улочка. Расстояние вот здесь, если каждая улочка у нас находит 34 миллиметра, то расстояние здесь 170. Что же такое вот боковушки? Значит, а боковушки – это так называемые венткамеры, присмотрены природой венткамеры. И они, значит, примерно по 50 миллиметров. И пчела их, 50 миллиметров, не застраивает. Почему? Потому что здесь движется, если мы вот так нарисуем, все вот это вот хозяйство. Вот одна, две, три, четыре, пятая улочка, да, движется. Значит, здесь воздух идет вверх, здесь вверх, здесь вверх. Отсюда вниз идет, отсюда вниз идет воздух. А вот нижний, нагретый воздух, он продвигается вперед. Здесь вдоль сот. И заполняет вверх, и двигается по верху, и пополняет улочки. Поэтому я хотел бы вам показать. Вот у меня лист ващины, и вот рамка. Гофмана, правда, рамка, да? Вот, наващивать ее нужно вот таким образом. Здесь вот 2 миллиметра, а вот это расстояние, расстояние в рамке додановской, 270 миллиметров. Поэтому здесь остается 10 миллиметров. Мы вот так вот поднимаем 2 миллиметра здесь, и здесь наващими. К верхнему бруску, как сейчас привыкли пчеловоды, прикатывать, приклеивать и так далее. Я вам скажу, лучше пчел, ни один пчеловод не приклеит, значит, эту рамку. А пчела эту щель очень быстро застроит и оставит здесь необходимые проходы для вентиляции. Она также и здесь вот оставит проходы. Здесь вот у нас была ГОСТ 410 миллиметров, заполняя все там 5 миллиметров, осталось под 2,5 миллиметра. Сейчас изменили ГОСТ в 2005 году и сделали, значит, рамку 400 на 260. И это, я считаю, правильно сделали. Наконец-то. Почему? Потому что здесь тоже пчелы делают определенные проходы, потому что у нас рамка будет теперь сплошная инновационная рамка, 34 миллиметра. И уже получается что? У нас гнездо, получается, комната в комнате. Здесь у нас с четырех сторон идут вент-системы, когда в дупле, в дупле вент-системы идут с двух сторон. А у нас, значит, эта вент-система идет с четырех сторон, значит, идет с этой стороны вот по этим, значит, отверстиям. И сбоку идет вот непосредственно вот. Если у вас застроены вот на зиму, когда вы собираете гнездо, и застроены вверх. Ну, вы, наверное, слышали многие, что наши деды прокалывали соты. Там вот 12 миллиметров, там пять проколов здесь вот необходимо делать. Для чего? Для вот этой вентиляции. Если у них лишняя вентиляция, они застроят все это дело. Если не хватает, они расширят. Поэтому наващивать необходимо вот так. Ну, это, конечно, мое мнение. Значит, и пчелы прикрепляют здесь очень хорошо. Хорошо. И вот смотрите, рамка сделана тоже не просто так. Вот у нас пять проволок. И смотрите, верхняя проволока, она находится в 15 миллиметров от верха, да? Посмотрите. И дыроколы все сделаны так, и, понимаете, пять миллиметров. Она уже никуда не загнется, ничего. И пчела ее охотно построит и начнет строить сот. Так, как ей нужно. И сделает отверстие именно там, где это необходимо. Кто желает, наверное, на сайте мы разместим это дело, этот чертеж. И каждый сможет посмотреть его. Здесь все указано, все вот эти направления, движения. Значит, вот здесь показано тоже дупло. И здесь показано улик. То есть вентиляция идет со всех четырех сторон. Четырех сторон. А сетка необходима в дне для того, чтобы как можно быстрее удалить вот выше, из-за второго корпуса, значит, продукты жизнедеятельности пчелы. Почему удалить? Потому что углекислый газ. Многие пчеловоды обратили внимание на то, что зимой гибнут, как правило, очень крупные семьи. Вот осенью выбираешь, а вот это, вот это, вот это. Семья пойдет, она хорошая, там на трех, на четырех корпусах. Принесла очень много меда, матка прекрасно работает и так далее. Все, весной мы ее, значит, от нее возьмем, значит, племя. А зимой она, и самое главное, она к январю, а то в январе погибает. Почему этот вопрос происходит? Гибнет самая сильная семья. А просто, значит, вентиляция в гнезде, той, которая должна быть, нету. В результате пчела дышит, а большое количество пчел выделяет огромное количество углекислого газа. Он накапливается через литок. Да еще, если под мору упадет, значит, не проветривается, углекислый газ там остается. И он потихонечку двигается вверх, закрывает пчелу. И пчела, хотя пчела выдерживает очень большое количество, концентрацию углекислого газа, значит, очень большое. Я думаю, говорят, что более 20%. И ученые это говорят в одежде. И углекислый газ отравляет пчелу, потому что ему некуда деваться. Вот поэтому нужна сетка для того, чтобы он вышел из двух корпусов. И его сразу необходимо удалить. Удалить. С гнезда. Тогда будут выживать сильные семьи. Они будут впадать, значит, тем более сильная семья, которая занимает большой корпус. Она не только улочку перекрывает, она весь корпус перекрывает и накапливает там углекислый газ. Значит, а улочка – это как бы конструкция, с которой набирается, ну, у нас могут быть разные же ульи. И семи рамочные, и восьми рамочные, и другие. Вот. Значит, многокорпусные. И для того, чтобы как конструктор набрать с секциями, вот эта улочка и должна быть такая. Набираем ее сколько угодно, внизу, вверху. Но второй корпус, значит, обязательно должен присутствовать. То есть выставляем и обязательно подставляем вниз второй корпус. Для чего это нужно? Во-первых, мы сокращаем потери тепла. Это тепла. Это раз. Второе. Нам не нужно сотохранилища. Они, соты, всегда находятся в улье. Далее. Пчела. Открыть должен быть только нижний литок. И в других корпусах. Я считаю, что никаких литков дополнительно делать не нужно. Значит, если имеется сетка, внизу работается с сеткой, то всякий смысл теплого заноса, холодного заноса и так далее теряется. Потому что через сетку вентиляцию проходит снизу. И по всеми четырем сторонам она идет туда, куда необходимо. Значит, поэтому теряет всякий смысл. Значит, мы уже говорили, что сохраняется сушь, сохраняется тепло. И самое главное, мы заставляем пчелу ходить через пустые корпуса. Когда пчела ходит через пустые корпуса, она тоже не такая глупая. Она понимает, что у нее есть запас, значит, жизненного пространства. И чем больше этого запаса жизненного пространства, тем лучше. Она ходит и, понимая, что, значит, у нее есть запас для развития, она начинает интенсивно кормить матку. Матка, значит, начинает интенсивно откладывать оплодотворенные яйца, потому что при интенсивном кормлении, значит, по интенсивному всех этих дел, повышается температура в гнезде, и матка начинает сеять только оплодотворенные яйца. Это оплодотворенные яйца. И в природе же у нас ни трутней, ни маточников, как мы прочитали у Дварда Колосова, да и все это знают, я думаю, что нет ни трутней, и пчела размножается тогда, когда наибольшие, значит, в природе взяток. А это, ну, в нашем регионе это начинается, главный взяток, там, когда-как, когда с 1 июля, когда с 10, это зависит от года. Значит, какой год. В это время можно, значит, вот она может роиться. Но, значит, пчеловод, если, конечно, он знает, сколько видов сот строит пчела, какие, чем они отличаются, он может руководить, значит, всем этим процессом, потому что он знает, допустим, строят пчелы три вида сот. Первый вид – это медовый сот, расплодный сот и смешанный сот. Что такое медовый? Медовый сот имеет ячейку под углом, то есть она наклонена, это медовый сот. Значит, расплодный сот – ячейка строго перпендикулярна к средостению, да. И смешанный сот – это когда, значит, полумесяцем расплод, а вверху, значит, медовый сот, вот с этим уклоном. Значит, где строятся какие соты? Ну, естественно, значит, медовый сот и строится сверху у гнезда, значит, расплодный сот в центре гнезда и под гнездом строится. Ну, здесь можно вспомнить Рута, что Рута в свое время писал, что, значит, клуб бывает 300 мм в диаметре, 4,6 мм высотой. Зимой клуб идет снизу вверх, а летом сверху вниз. Поэтому пчеловодам нам нужно учитывать вот это поведение. А у нас так, сначала держат в одном корпусе, потом, значит, на этот корпус ставят другой корпус, тепло все уходит, а в гнезде находятся постоянно от 4 до 8% углекислого газа, и он ему необходим, как, значит, обеззараживать. Вот в журнале «Пчеловодство» вы можете прочитать статью. Так, значит, журнал «Пчеловодство», номер 7, от 2004 года. На странице 30-й написано «Роль углекислого газа в жизни пчел». И вот здесь написано, значит, что экспериментально установлено, что концентрация углекислого газа в клубе составляет от 4 до 8%. Понимаете, всегда там есть углекислый газ. Вот поэтому концентрация углекислого газа постоянно в клубе, и ее желательно не нарушать. Значит, нижний корпус, мы уже сказали, что, значит, идет сохранность тепла, сохранность, значит, суши, моль не бьет. Дальше. Это дополнительный объем улья, дополнительный объем, который заставляет пчелу интенсивнее работать. И далее, вы все прекрасно знаете, если пчела не будет строить трутневые соты весной, то, значит, энергия, которая, значит, была направлена на выращивание трутней, она переключится на энергию, значит, выращивания расплода пчелин. Поэтому развитие идет в полтора-два раза быстрее, нежели на одном корпусе. Значит, в полтора-два раза быстрее. Значит, пчеловод получает массу в этом, значит, выгоду, ставя, значит, нижний корпус. Нижний корпус. Значит, теперь дальше мы начнем. Теперь о клеще. Как только ударил первый осенний мороз, пчелы перекрыли нижнее сечение улей, началось накопление углекислого газа, и клещ посыпался. Впечатление такое, что пчел обработали бипином. Это наглядно видно на планшете. Напомню, что в моих улях нет свободного пространства, открытого лангстротом, по которому кислород проник бы в клуб, помимо тех путей, которые регулируют сами пчелы. Отпала необходимость травить пчел. Они лечат себя сами. Но здесь я немножко не согласен с Эдуардом Колосом. Он даже назвал статью, вот, открытие лангстрота пора закрывать. Нет. Открытие лангстрота, оно, значит, дает свое преимущество, если мы перестроим рамку. Ведь рамка Гоффмана, она, что происходит с рамкой Гоффмана? Вот, значит, у нас закрыто здесь, а здесь у нас открыто. Пчела перекрывает нижнее сечение, как бы она ни старалась, не старалась перекрыть здесь. Но здесь гуляется сквозня. Поэтому, для того, чтобы все было нормально, мы делаем 34 мм рамку сплошную. Сплошная рамка как бы изолирует от сквозняка. Здесь они прополисуют, и уже, значит, вход только здесь и здесь. Ну, здесь вот я на украинской рамке могу показать. То есть, вверх, заход, 9-мм щель и выход 9-мм. Остальное все перекрыто. И здесь, перекрыв это, здесь очень быстро накапливается углекислый газ, и клещ, значит, под действием высокой концентрации углекислого газа, значит, осыпается. Но пчела может и летом, значит, если она чувствует, что у нее заклещение, клещ в трахеях или еще где-то какие-то паразиты, она и летом может перекрывать вот эту улочку, одну, вторую, третью и так далее. Сколько? Не все сечение улья, потому что семьи же разные по силе, а вот улочку и может лечиться, лечиться таким образом. Поэтому в дуплах нет. Если мы это применим, то мы будем обходиться без всякого лечения и так далее. То есть вот, что хотел сказать Эдуард Колосов. Я считаю, что этот опыт, его 50-й опыт, он имеет огромную цену, значит, для нашего опыта. Поэтому в 2002 году он об этом рассказал, и Национальный союз пчеловодов России во главе с Бутовым этот вопрос подняли. Но до сих пор, до сих пор, хотя мы этим вопросом занимались, я с отцом, сейчас с сыновьями занимаемся этим вопросом уже длительное время, но уже большой толчок нам в достижении вот этих вот целей дала вот эта статья. Значит, делали 130 градусов. Но это приводит к тому, что пчела вымирает у нас. Она подвержена, значит, болезням и так далее. Если мы перейдем вот на эту рамку, инновационную рамку, я уже вам показывал в журнале, каждый может прочитать все это дело. Да и сказал, почему она применяется. Значит, вот как здесь у Эдуарда Колосова говорится, что вот, значит, впечатление такое, что пчел обработали бы это наглядно видно на планшете. Напомню, что у моих ульях нет свободного пространства открытого лангстрота, по которому кислород проник бы в клуб, помимо тех путей, которые регулируют сами пчелы. Отпало необходимость травить пчел. То есть мы вот этой рамочкой, вот этой рамочкой сделали фартучек. Отделили, так сказать, гнездо от пространства лангстрота. То есть пространство лангстрота – это расстояние между этой рамкой и стенкой улья. И пространство лангстрота начал работать. Он, значит, мало того, что с двух сторон в природе, а у нас с четырех сторон будет проходить вентиляция. Сюда и вверх. То есть открытие лангстрота приносит уже в нашем улье огромную пользу. И открытие его произошло, значит, с пользой для отрасли пчеловодства. Ну, далее, я думаю, не буду останавливаться, значит, на всех тех процессах, которые дает возможность психология. То есть на 36-й день ставить ващину, значит, как себя ведет пчела в омшаннике, как все это дело. На сегодняшний день материалы все эти я передал на кафедру пчеловодства Тимириальевскую академию, там над этим вопросом работают. И на сегодняшний день готовится книга. Черновик у меня уже, значит, есть. И я думаю, в скором времени выйдет на эту тему, значит, об этой технологии, значит, описание подробнейшее, значит, подробнейшее описание. И мы сможем получать от пчелосемьи первое. Во-первых, высококачественный мед. Никаких там лекарств, ничего не будет. Потому что мы ее не лечим, она лечит себя сами. Во-вторых, значит, мы будем получать меда столько, сколько мы хотим. То есть 50 килограмм, это не предел, даже 100 и 150 килограмм не предел. Можем получать гораздо больше. Так как в природе семьи, они имеют очень большое. Ну, вот вы здесь читали, там 20 рамок расплода, я читал, да? Два корпуса расплода. Представляете, что семья такое? И пчелы, масса пчелы, значит, здесь уже Эдуард Колосов даже не стал считать корпусами. Он просто написал, пчел было неимоверно много. Вы представляете, что это такое, да, семьи? И можно сделать, допустим, я делал в свое время и 3-4 отводка от семьи 20 мая и получать майский мед, значит, который мы уже все забыли, наши деды майский мед получали, а мы уже получать этот майский мед не можем. Потому что наша, значит, система пчеловождения, значит, она, значит, не соответствует той природной, которая, значит, на сегодняшний день имеется в дупле. Поэтому, значит, в дупле я хочу опять остановиться и подчеркнуть, что в дупле пчела не облетывается, вентиляцию, значит, крылышками не хлопает, трудней до июля месяца нет, очень большая масса пчелы, значит, и представьте, вот гнездо 3,5 метра, можно легко посчитать, значит, 3,5 метра, значит, 260 миллиметров, значит, рамочка, да, разделить 3,5 на 250, это сколько будет? 4 рамки в метре, 12 рамок на 5, это 60 рамок, это сколько же получается? 4 корпуса 12 рамочных, да? Представляете, какая сила пчелы. Пчелы, а мы там 2 корпуса, но очень редко бывает набираем 3 корпуса, когда опытный пчеловод и так далее, и так далее, который там знает все эти тонкости, а в природе без ухода, значит, пчела имеет здоровье, не имеет, значит, клеща и так далее. Вот с чем я вас хотел познакомить вот с новой технологией. Значит, много сейчас разговоров идет о этой технологии, что вот как бы там мы хотим закупить за рубежом, да нет там ничего подобного, ничего подобного. Это все наши отечественные разработки. Я хочу вам продемонстрировать вот 95-ю вощину. Вы посмотрите, вот ячейка, значит, ячейка, которая, значит, донышко ячейки, которая сформирована тремя плоскостями. И если, допустим, вощина 130 градусов, 130 градусов, то вот эти плоскости – это параллелограммы. А у нас формируется эта донышко почти квадратик. Вот обратите внимание, что донышко с трех сторон квадратики. Видите, да? Вот, квадратик. Это очень важно, чем отличается вот эта вощина. Потому что донышко сформировано, значит, вот этим квадратиком. И когда, значит, матка ложит вот в центр яичка, значит, сюда, значит, закладывают в челочке молочка, когда отстроено сод. Ну, там есть фотографии, значит, вот этого отстроенного сода, значит, и она потом, личинка на 19 дней занимает вот. Все, она плавает на этом молочке. Я хотел бы вам продемонстрировать вот инструкцию по определению качества и натурального воска. Вот она разработана нашим институтом пчеловодства. Вот здесь все описания, вот описание и все показания воска, технических требований к воску. Вот фальсификат, который, значит, могут добавлять воск. И вот методика, значит, определения качества воска. И я вам хочу вот один из пунктов зачитать. Вот смотрите, при ультрафиолетовом облучении натуральной пчелины и воска обычно не флюоресы не светятся. Или светятся слабым зеленым светом. В присутствии резины появляется яркая перламутро-белесовая с голубым оттенком свечения. Примеси парафина обнаруживаются по довольно интенсивному свечению, имеющие синий или голубой оттенок. Вот видите, значит, есть инструкция, пожалуйста, кто хочет ознакомиться, значит, у нас на сайте. Я вам хочу вот сейчас продемонстрировать вот это вот дело. Вот прибор, то есть вот этот обыкновенный прибор, там с ультрафиолетовыми лампами. И я хочу вам продемонстрировать вот несколько видов воска, да. Вот, значит, это все чистый воск, но он имеет разные, значит, оттенки, значит, грязные и так далее. Но когда мы его вставляем сюда, тень, и он вообще не реагирует. Хотя вот видите свет ультрафиолета, видите, как светит все это дело. Воск абсолютно не реагирует. Также темный воск, он не реагирует. Более светлее он не реагирует. А вот фальсификат. Фальсификат. Если я возьму вот фальсификат, вот так вы смотрите, вот фальсификат воска, и наложу на хороший воск, вы видите, фальсификат, он более темнее, да, у нас. Но это не обязательно, он может быть и яркий и так далее. Просто я ввожу сюда ультрафиолет, и вы смотрите, что получается. Значит, воск не реагирует, чистый, он темный, а фальсификат начинает светиться. Видите? Значит, перламутром цветом, синевой. Это говорит, что здесь сплошной, значит, ну, по крайней мере, 50% находятся примесей. 50% примесей. То есть церезина. Вот как можно все это дело отличить. Далее, если мы, допустим, вощину нашу мы вот так вот вставляем, тоже так, видите, вощина не реагирует на, значит, не светится, не реагирует. Вот это, значит, дальше, как еще определить. Вот воск, значит, чистый воск. В связи с долгим хранением воск покрывается серым, белесовым, так, цветом налетом. И вощина тоже при длительном хранении, она покрывается, покрывается тоже белым налетом. Это особенности, свойства воска. И когда вощина хранится, у некоторых, там она хранится год и больше, ничего страшного не происходит. Она покрывается вот этим белым или серым налетом. Это не говорит, что, значит, вощина некачественная. Это, наоборот, показывает высокое качество вощины, то, что она изготовленная именно из чистого воска. И она покрывается этим белым налетом. А если вощина сделана из фальсификата, сколько бы она, эта вощина, не лежала, не лежала, она не покрывается никакими налетами. Никакими налетами. Поэтому, как избавиться от этого налета? Когда вы принесли вощину на пачку, распечатали пачку, а там, значит, вот белеса и вот эта вощина. Избавиться очень просто. Возьмите ее, вынесите на солнышко, некоторое время на фанерку положите, некоторое время этот налет исчезает. Вощина становится как бы прозрачной. Вы ее опять в тень уносите, и она остывает. И мало того, что вы убираете этот налет, но и вощина становится гораздо крепче, чем была. То есть вот такие вот свойства воска. и вы знаете теперь, как отличить, значит, фальсификат от нормального воска. Я вам демонстрировал все это дело. Теперь вы знаете, как это все дело делается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова